Лекарства есть. 12 ноября члены Общественного Народного Фронта и Народного Контроля в сезон ОРВИ проверили наличие ряда препаратов в аптеках города Нарьинмара и поселка Искателей. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Об итогах проверки расскажет Катрина Тайбарей. В Нинском автономном округе уже значительно похолодало и люди все чаще заболевают. В связи с этим члены Общественного Народного Фронта совместно с партпроектом Народный Контроль отправились в рейд по аптекам Нарьинмара и Искателей. С наступлением сезона ОРВИ и простуды общественники проверили наличие в аптеках противовирусных, противокашливых, жиропонижающих, назальных и противовоспалительных препаратов, а также наличие масок, перчаток и кожных антисептиков. Как показал мониторинг, весь ассортимент в наличии. Какие больше берут препараты? Номер один – Орбидол. Вообще все берут. А в наличии вообще у вас есть сейчас на складах? Обеспечены? В большом количестве. А на какой период обеспечены? В период противовирусный у нас все есть. Если анализировать стоимость популярных средств, то Орбидол не самое бюджетное средство. Его средняя стоимость порядка 300-600 рублей, в зависимости от дозировки. В центральной аптеке готовы предложить бюджетный аналог, который по лечебным свойствам не уступает всем полюбившемуся препарату. Могу предложить. Ну, по крайней мере, чтобы оно такое же было действие. Действие, да. Такое же будет и поможет точно так же. Просто люди верят только в Орбидол, поэтому... Ну, Орбидол, наверное, верят, потому что его крутят на телевидении, наверное, все. Так, КГЦЛ у нас ремонт один. Вот. По 140 рублей. 20 таблеток. Самый доступный из всех противовирусных. Ага, понятно. По словам фармацевтов и заведующих аптек, медикаментов хватает. Как правило, в аптеках пополняют запасы периодически, а не закупают наперед. Мы не закупаем. У меня закончился товар, я его заказала, он пришел. Доставка идет внутри дня, 10 дней, грубо говоря. Помимо противовирусных препаратов, часто приходят за обезболивающими. Но в целом весь ассортимент аптеки пользуется спросом у населения. У каждого свои проблемы, каждый за своим приходит. Конечно, сегодня сезон, это у нас простуда, это наш ковид, поэтому препараты приходят и у нас и простудка, и симптоматическая, да, и противовирусная. Кто-то за обезболивающими таблеточками, кто-то за мазями, кто-то за витаминками, кто-то за косметикой. В этом плане кто-то зачем. Также в Наринмарских аптеках покупают лекарственные средства и жители сельских населенных пунктов. Приезжают люди с округа, очень много людей из деревень, которые закупаются у нас очень много лекарственных средств, противопростудками, то есть себе, соседям, своим родственникам, вот, поэтому все держим в наличии, все есть. Итоги мониторинга аптечной сети подвели по окончании рейда. Противовирусные лекарства имеются в наличии. Это говорит о том, что аптечный бизнес, это фармацевтический бизнес, соответственно, подходит к своей работе и обеспечивает население противовирусными аппаратами, которые в настоящее время очень актуальны. Это связано и с коронавирусной инфекцией, и распространением любых других респираторных заболеваний. Катрина Тайборей, Вадим Стасюк, Телеканал Север.